Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Мурат Женгюзов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимризов поздравил многодетную семью Евдокимовых из Узчугутинского района с наградой от президента Российской Федерации Владимира Путина. Орден «Родительская слава» они получили за заслуги в укреплении Института семьи и воспитании детей. В семье Сергея и Инны воспитывается 8 замечательных детей – Аделина, Иван, Вероника, Николина, Евника, Михаил, Есферь и Мелисса. Евдокимова не только большая, но еще и творческая семья. Все девочки, за исключением маленькой Мелиссы, играют на скрипке, а также помогают маме готовить десерты. Мальчишки, как настоящие мужчины, помогают отцу с ремонтом и даже создают мебель для дома. «Воспитать ребенка в современном мире непросто, а когда большой семье удается вырастить любящих, целеустремленных, талантливых детей, настоящих патриотов своей страны, это дорогого стоит. От души поздравляю с заслуженной наградой. Пусть в семье всегда царят радость и счастье. Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов!» Говорится в поздравлении главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Как новейшие технологии влияют на работу органов власти, как работает приложение «Мобильный избиратель» и какие цифровые сервисы может использовать гражданин при осуществлении своих избирательных прав? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту Алию Баташеву ответила председатель избиркома республики Лариса Базалиева. У нас каждый год, каждый практически полгода появляются новые и новые сервисы. У нас есть интерактивный рабочий блокнот, то есть мы автоматизировали работу с участковых комиссий. У нас есть возможность человеку записаться по мобильному избирателю, он может записаться через госуслуги, ему не надо для этого приходить на участок. И в данном случае вот это мобильное приложение, этот мобильный модуль, мобильная УИК, это тоже еще одна ступенька в цифровизации вообще всего избирательного процесса, потому что мы должны понимать, работа члена участковой комиссии, она очень насыщенная и очень сложная. Всю эту работу они делали, просто они это делали в ручном режиме, это занимало значительно больше времени, это занимало больше физических усилий. Теперь им не нужно вот это все писать от руки, потом переносить. У них в мобильном приложении уже закачаны данные избирателей, адреса квартир, и они просто заняты не заполнением бумажек, а общением с избирателем глаза в глаза. Вот, у них есть время понять, чаяние избиратели услышать. У нас там есть специальный раздел «Ваше предложение, ваше замечание к избирательной системе». То есть у нас будет обратная связь, мы сможем понять, может быть, где-то неудобно расположен участок, может быть, людей не устраивает, допустим, то, как пандус к этому участку ведет, может быть, кому-то нужна помощь волонтеров, может быть, на этом участке слишком много людей, они записываются по мобильному избирателю, и у нас там создаются очереди, а это тоже неудобно. То есть это, во-первых, желание разгрузить комиссии, сделать их труд легче и более эффективнее, с другой стороны, это желание понять нужды, желания, маршруты избирателя и поговорить с ним, потому что самый главный дефицит, который был в эти годы, это дефицит общения, мы лишены были возможности с избирателем разговаривать напрямую, были бесконтактные формы, мы даже, когда голосовали люди на дому, мы приходили, вешали на дверцу пакетик с бюллетенем, с ручкой, с маской, и отходили подальше, потому что главным тогда был принцип безопасности голосования для избирателя. Сейчас у нас есть возможность, вот этот дефицит общения, мы хотим показать людям, что нам важно их мнение, нам важно понять, каким они хотят видеть избирательную систему, и для наиболее оптимального, знаете, это такая бесценная аналитика, для того, чтобы просчитать наиболее оптимальные пути голосования, формы голосования. Мне кажется, это такой новый, еще один этап. В следующем, я надеюсь, что вот уже на следующих, может быть, выборах, мы сможем сказать жителям Карачаева-Черкесии, что у нас можно проголосовать дистанционно. Вот как только мы получим информацию о том, что мы везде можем обеспечить сигнал, сотовые связи такой вот, хороший, качественный, я надеюсь, что, допустим, уже на следующих выборах я смогу сказать, что, а можете не приходить на участок, можете голосовать с телефона дома. Я первая проголосую именно так, потому что я тоже люблю, когда у меня все можно решить с помощью телефона. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня день физкультурника. Жители Карачаева-Черкесии с праздником поздравляют глава республики Рашид Тимрезов. Это праздник всех, кто ведет активный образ жизни, кто сделал делом своей жизни спорт высших достижений, кто получает удовольствие от покорения вершин, ставя личные и мировые рекорды. Спортсмены, тренеры, учителя и преподаватели физкультуры – вы все служите одной благородной цели – приобщению людей к здоровому образу жизни личным примером, воспитывая сильных, дисциплинированных и уверенных в себе личностей. За последние годы популярность спорта и здорового образа жизни повысилась. Это результат нашей общей работы по развитию спортивной инфраструктуры. Нельзя не отметить яркое возвращение футбольного клуба «Нарт» в профессиональный футбол. Теперь за захватывающей игрой нашей команды болельщики следят с трибун обновленного стадиона «Нарт» на 10 тысяч мест. Уверен, впереди нас ждет еще больше работы по развитию физической культуры и спорта. Немало чемпионов взрастил и внес неоцемнимый вклад в развитие спорта выдающийся тренер Александр Степанович Давыдов. В нынешнем году во всероссийском соревновательном календаре у боксеров появился новый турнир. В память об Александре Давыдове в Черкесске 14 августа будут организованы состязания, на которые приглашены спортсмены из многих регионов России. Лучшие по итогам турнира получат пропуск на первенство страны. О том, чего ждать от предстоящих соревнований в сюжете Артура Мхце. В 2022-м в республиканской столице прошел первый боксерский турнир, посвященный выдающемуся наставнику Александру Давыдову, который воспитал не одно поколение успешных спортсменов. В открытом первенстве тогда приняли участие представители 16 регионов нашей страны. Впрочем, было понятно, что выход состязаний на новый уровень – лишь дело времени. И вот в ближайшие дни в спорткомплексе «Юбилейном» пройдут соревнования, имеющие статус отборочных на всероссийский турнир. О намерении отправить своих спортсменов в Карачао-Черкесию уже выразили десятки ведущих боксерских школ России. Для того, чтобы этот турнир стал всероссийским и имел статус отборочного, мы вышли от управления по спорту, по физической культуре, спорту и молодежной политике, мы, Ригородо-Черкеска, вышли с предложением на Министерство спорта Российской Федерации, также Федерацию бокса Российской Федерации, что хотим провести всероссийские соревнования, которые бы имели статус отборочного. Эту инициативу поддержали в силу того, что Александр Степанович Давыдов очень популярный в сфере спорта и в сфере бокса человек. Пару месяцев назад в Черкесске была открыта мемориальная доска Александру Давыдову. Около дома, где многие годы жил тренер, встречались его ученики, победители и призеры крупнейших международных боксерских турниров. В жизни каждого из них Александр Степанович оставил огромный след, став учителем, примером для подражания для кого-то ни много ни мало вторым отцом. Поэтому неудивительно, что воспитанники и спортивные функционеры решили и с помощью масштабного соревновательного проекта увековечить имя известного в России специалиста. Александр Степанович Давыдов очень глубокий человек. Обладал очень большим талантом как педагог, как тренер, как наставник, как учитель, как отец. Он стал отцом большому количеству ребят в нашей республике. И сегодня это уже взрослые состоявшиеся мужчины. До первого удара гонга, который известит о начале поединка в юбилейном, осталось совсем немного. Организаторы и боксеры надеются, что жители и гости республиканской столицы заполнят до отказа трибуны спорткомплекса в ближайший понедельник, 14 августа, чтобы поддержать участников крупного турнира памяти Александра Давыдова. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Ко дню физкультурника футболисты команды «Нарт» подошли с отличным результатом. Они по-прежнему лидируют в турнирной таблице третьего дивизиона зоны ЮФО СКФО. 9 августа «Нартовцы» снова обрадовали своих болельщиков разгромным счетом. 6-0 в домашнем матче соперникам из Махачкалы, Динамо, Дагестан. Кто из футболистов отличился голами на этот раз и какой была игра, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. После обидного поражения в домашней встрече с Ангуштом из Назрани, наша команда победила на выезде в Краснодарском крае. Каким же будет сегодня, матч покажет время. А мы спросим сейчас у болельщиков, какой у них настрой. Каким будет строй? 3-0 «Нарт» выиграет. Счет будет 4-0 в нашу пользу. Настрой замечательный, праздничное настроение. Вот вместе с сыном сегодня пришли на ночь. Как считаете, каким будет счет? Ну, я думаю, 2-0. Наши выиграют. Что пожелаете футболистам? Хочу пожелать футболистам удачи. Кто лучше готовился, тот и выиграет. Та команда и выиграет. Хочется пожелать всего самого хорошего всем жителям нашей республики, нашим гостям. Команды на поле. У всех боевой настрой. Болельщики скандируют «Нарт» вперед. Игра с первых минут матча была на половине поля соперника. И уже на 10-й минуте гол забивает Вадим Абедоков. Было много моментов забивать махачкалинцам. И еще один гол в сетке ворот. И это автогол от Али Акаева. Таким образом, команды уходят на перерыв со счетом 2-0. Эмоции и впечатления после первого тайма? Ну, пока что все удается. Хорошо. Будем также в втором тайме продолжать. Надо забивать больше. Нам нужна разница. Мячей только вперед. Как поддержка зрителей? Великолепно, как всегда. Во втором тайме нужно добавить голов. Порадовать еще болельщиков. Ну и забирать все три очка. Вышедший на замену Бастанов и добавил пару голов сопернику. Вслед за ним дубль оформляет Шахамир Исаев, отправляя красиво кожаный снаряд в центр ворот. Таким образом, счет на табло 6-0. Стадион ликует и благодарит любимую команду за победу. А помощник тренера поделился, что же стало провальным в прошлой домашней игре с Ангуштом. Очень тяжело втягивались в игру. Мы провалили эпизоды игры в первом тайме, чем воспользовался соперник. И во втором тайме уже, когда взялись за дело, стали исправлять, нам, к сожалению, не хватило времени. Два эпизода мы позволили Ангушту, которыми соперник воспользовался. Вся борьба у нас еще впереди. И все будет нормально, однозначно. Следующая игра состоится 16 августа на выезде. Сувор, Дагестан из Каспийска. Ну а домашняя встреча пройдет 5 сентября на стадионе Нарт. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаево. Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова